Здравствуйте! У нас сегодня суббота. Какое число не помню. Наверное, 11-е. В общем, слава богу, я оклемалась. Хочу мозаику показать, какая сзади красивая у нас в подъезде. В общем, все оклемалось, полегчало мне. Три года, три года, говорю, три дня. Три дня маялась. Она маялась. Ну, в общем, так вот оно. Это бассейн, понимаете? Бассейн, там все-таки огромное количество скоплений народу. Тепло, влажно. Видимо, там инфекция процветает. Может, я там гриб подцепила. В общем, ну, было похоже на гриб. Не знаю, что было. В общем, слава богу, здоровая. И знаете, что скажу? Что вообще самое классное, это когда... Вообще, самое ценное, что в жизни, это все-таки здоровье. Это когда... Слава богу, ты можешь ходить. Ты можешь что-то делать, думать. Это вообще неописуемое. Тут я три дня, один день вообще лежала, не могла встать. Во, не дай бог. Кстати, хочу сказать, что я здесь вот в Испании очень-очень редко вот так болею. Ну, это, наверное, может, третий раз за 10 лет, чтобы я вот так болела сильно гриппом. Ну, ладно, в общем, я сегодня пошла направлять свой маникюр. Он у меня уже совершенно половину все слезло. Уже некрасиво. А нас... А нас на завтра пригласил гей. Куда-то, не знаю, какой-то ресторан. Не знаешь, куда. Так что надо ногти направить. Сейчас иду к нашей русской. Посмотрю, как она мне сделает. В испанскую парикмахерскую я не пойду ни за что. Я им не верю вообще. Вообще, они ничего не умеют делать. Ну, не знаю, у меня предубеждение. Может, конечно, где-то здесь есть люры эти хорошие маникюристы. Но не, я лучше к своей пойду. Тем более, мне сказали, что она очень-очень хорошо делает. Ее зовут Аня. Но сейчас... Сейчас надо будет мне найти ее дом. Потому что с ориентацией на местности у меня всегда очень плохо. Сегодня такая пасмурная погода. Хотела поснимать море, но оно сейчас некрасивое, когда пасмурная погода. Ну, ладно. Сейчас пойду искать ее дом. Ну, вот, посмотрите. Это Royal Beach отель. А Читок в Кадене относится к цепочке отелей. Считается хороший, хороший отель. Это The Fanals. Такой достаточно спокойный район. Здесь мало туристов очень бывает. В основном проживают местные и русские. Вообще, считается, что основное количество русскоязычных все-таки проживает здесь, на Фаналсе. Так, вообще, не знаю пока сама куда иду. Адрес у меня есть, номер телефона есть. Если что, буду звонить. Просто так показываю вам окрестности. Не знаю, мне кажется, я еще здесь вам ничего не показывала. Вот там, впереди, детская площадка. Вот, вообще, детская площадка, вообще, считается русской площадкой, потому что там очень-очень много мамочек русских и даже в шутку. Ну, это русский так называют, что это парк имени Горького. Ну, так. Ну, на самом деле, когда подходишь, очень-очень много русских там будет. Вот такой у нас, как в Беверли-Хиллз. Нет, как это? Я забыла, как в Америке русская есть. Ой, забыла. Не Беверли-Хиллз, как же называется? Ой, с головы выпало. В общем, как в Америке есть русский район, так вот у нас есть тут тоже русский парк. Так, наверное, я думаю, мне надо туда идти, к русскому магазину. Сейчас я вам покажу немножечко этот парк. Очень красиво ухоженный. Тоже растут мандарины. Он по-русски не слышен, даже уже кричит по-русски. Ой, жарко, молодец. Читаю, как тепло оделось. Мне уже жарко. Он мальчик русский тоже. В общем, не будем снимать, что всякий случай. Так. Впереди русский магазин. Вот мандариновое дерево. Мандарины никогда не срывайте, они несъедобные. Они декоративные, видимо, что ли. Ну, не знаю, они несъедобные, они горькие. Да, что их. Лучше не трогать там русские стоят, такой русский магазин. А может, украинцы не могут. Вот такой у нас больший русский магазин есть. Пойдем искать дом. Вот как раз сейчас поближе подойдем. И увидите, что у нас на русском магазине тоже очень много разных объявлений. Здесь сидит тоже. Вот там всякие тоже предложения там. Экскурсии тут предлагаются. Переводы, страхования, юристы. Ну, в общем, все, что можно. Ну, ладно, пошла. В общем, я буду искать. В общем, дом-то я нашла. Ну, знаете, я очень рано приперлась. Еще 20 минут. Мало ли вдруг она там чем-то занята. А я тут раньше времени припрусь. Ладно, 10 минут в этой круге погуляю. И без 10, думаю, нормально прийти. Это не так рано. Ну, или хотя бы без 5. Опять тут вам покажу. Просто леурет сегодня погода, конечно. Ну, тепло. Нет, тепло, очень тепло. Я так поделаю курточку. У меня сейчас очень жарко. Ой, жарко, ага. Тут что-то посидеть. Тут больно грохот. Треско погулять. Вот тут у нас поликлиника Леурет. Это платная, она платная. Там тоже страховка 160 евро в месяц. И там русские врачи есть. Вот. Жалко, что мы с Лешей не знали этого. Мы застрахованы совсем в другом месте в Бланесе. Ну, там тоже нормальные врачи. Ну, а тут, оказывается, русские врачи есть врачи. Вот так. Тоже вот это отель Finals Garden. 4 звезды тоже считается. Хороший отель. Ну, такой поспокойный в месте. Ну, это не центр, конечно, Леурет. Но зато у нас из там вниз пройти тоже пляж есть в Фаналс. И народу поменьше. И молодежи этой безумной поменьше. Это, знаете, вот эта молодежь, которые вот эти марокканцы французские приезжают, немцы, англичане. Они как вот с цепи будто сорвались. Вообще, чувак, баллы сварят. Так что я где-то 5 месяцев в центре, около Сан-Феррес, жила, снимала. Вообще, это вообще невозможно. Вообще невозможно. Утром дети орут, ночью эти туристы ходят и идут на дискотеку и двум часам ночью, часу орут. Потом возвращаются, в 5 утра уже орут. Вообще, это сильный кошмар. Так что вот лучше здесь, я думаю, как-то выбирать. А уж до центра тут, господи, дойти 15 минут. Вот большие у нас такие магазины. Тут Каправо. Тоже много всяких разных магазинов. Тоже остановка. Вот там как раз мы прошли. Вот та остановка, она на планы съехать и там пересаживаться на трейн. В общем, кто здесь был, наверное, узнают места. Вот сейчас тут достаточно какие известные для русских гостиницы. Это отель. Отель. Оазис парк. И аквариум. Следующий идет аквариум. Тоже наши очень любят посещать эти гостиницы. Ну, конечно, они там не шикарные внутри. Но нормальные. Нормально. Знаете, я сейчас тоже, как и все, смотрю, сам Белла, как он в Египет поехал. Ну, это, конечно, ужас. Мы что-то тут про наши гостиницы там выступали. Ну, теперь я говорю, Леша, у нас тут такие гостиницы, наверное, уже по сравнению с Египтом. Неужели в Египте такой ужас? Вообще, я не ожидала я, конечно, такого от Египта. Вообще. А еще, я помню, туристы что-то сидели на пляже, еще возмущались, что у нас тут не такой снисякой сервис в отелях в Люретте. Ну, может, конечно, Самвелу просто не повезло. Ну, это, конечно, караул, где он жил. У нас такого здесь нету. Даже наши апартаменты были, они считались у нас, ну, как бы низкой категорией, две звезды всего. Они у нас все равно лучше гораздо были, чем эти отели. Надо посмотреть, сколько времени. Значит, без десяти уже. Ну, как раз вот из пяти подойду маленькую вам такую обзорную сделала по одной еще части Люрета. Это вот здесь, вот, я говорю, что здесь вот в основном живут сами испанцы. Очень много здесь испанцев, которые уезжают работать в Барселону. Ну, такой город очень, конечно, этот туристический. И работа бывает здесь только в сезон. Поэтому очень много людей работают в совсем других местах. И здесь это нормально. Ну, потому что каждый город друг от друга там 15 минут всего на трейне. Это не такие расстояния, как в России. В России же вообще там, это, представьте, у нас от Ижевска до Перми у нас 6 часов надо ехать на поезде. Конечно, это невозможно представить, как можно жить в одном городе, а работать в другом. Это просто невозможно. Ну, ладно. Подхожу я. Ну, не знаю, конечно, я там не смогу, наверное, ничего снимать. Просто потом результат покажу, что мне сделает. Ну, и расскажу, может, что-нибудь еще. Посмотрите тоже, какой у них красивый подъезд. Тоже так и одемся. Тоже красиво очень в подъезде. Вот, делаем лифт сейчас. Он едет. Лифт. Лифт какой. Красивый тоже лифт. Значит, на четвертом этаже она живет. Пойдем красоту увидеть. Вон, камера тут. Камера вверху есть. Так что ничего позорное нельзя в лифте делать. А то, что попало в Ютубе, показывают, что люди делают в лифте. Ну, вот покажу вам результат работы. Какую мне красоту сделали. В общем, она не только маникюр делает, но у нее сестра еще парикмахер. Еще брови красит и ресницы наклеивает. Так что я на вторник договорилась. Покрашу брови, еще ресницы наклею. Буду красавица довольная. Ну, ладно. Очень мне у нее понравилось. Чистенько, очень уютно. Девушка молоденькая, красивая. Анны, они зовут. С Украины. Вот. Красиво, как цветочек мне сделала. Ну, вот опять целый месяц можно не заботиться особо о ногтях. Такая красота. Ну, все. Идем до... А, еще не сказала, 20 евро всего она за такую красоту взяла. Мне недорого 20 евро. Я довольна. Сейчас пойдем в магазин. Ну, ладно. До свидания.